друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов сегодня у нас очередной день когда мы смотрим только лишь за динамикой доллара потому что за последние дни ничего не изменилось так же как и за недели доллар это основная действующая сила катализатор триггер как угодно можно назвать если вы знаете что может произойти дальше с американской валютой вы в принципе можете сказать чего ожидать для рисковых инструментов да и для прочих инструментов финансовых рынков индекс доллара 92 35 это те котировки которые мы видим в моменте минимальное значение вчерашнего дня 91 72 мы достигли целевого ориентира которого придерживались довольно давно это 92 на пункта но при этом ставка на то что американская валюта может оказаться еще слабее она оправдана и сейчас друзья напомню что доллар в целом пока что остается в нисходящем тренде в том числе и благодаря тому что фрс радикальным образом изменил свое отношение к инфляции целом отказался от тех прежних целевых ориентировок которые действовали в отношении индекса потребительских цен и взял курс на инфляционное таргетирование мы сделали вывод о том что это значит что фрс а не будет повышать процентные ставки в течение длительного периода времени а значит сохранит их рядом с нулевой отметкой и голлман сакс кстати считать что федрезерв будет удерживать ставки низкими до 2025 на года соответственно почему этот фон является таким гнетущим для доллара потому что американская валюта всегда действует в плане роста в связке с показателями доходности американских облигаций американский рынок долга никогда не будет характеризоваться высокими показателями доходности когда ключевая ставка находится в районе нуля вот этим собственно и объясняется почему раньше доллар оказался под давлением на а подмогу опять же продавцам в ближайшее время я думаю что в ближайшие недели придет еще решение конгресса по новому пакета фискальных стимулов я полагаю что сумма этого пакета может превысить объем 1 триллион долларов возвращаясь к вчерашнему дню что же стало причиной разворота по индекс американской валюты ну во первых друзья то что мы очень резко снижались последние дни и логично было ожидать если вы не ожидали вы ошибались то что рынок не может дать коррекцию она правда на каждое трендовое движение это инициатива которая переходит сначала от покупателей продавцам а потом наоборот при этом стоит отметить что для покупателей доллара был конечно же и позитив это два отчета по аэсэм производственного сектора и отчета по разгон инфляции значение в обоих случаях превзошли ожидания экспертов по аэсэм производственного сектора 56 54 и 2 и 2 пунктов это пожалуй максимум с 2018 года но вот разгон инфляции тоже здесь 7 значительный рост 53 пунктов до 59 с половиной означает как раз что участники рынка правильно закладывается под рост инфляционных ожиданий как это сделал ранее федрезерва понимает то что инфляция она аукнется еще для американской экономики и может быть не только для нее для мировой экономики в целом и станет новой головной болью позже 2021 году возможно 2022 но без инфляции без ее роста не удастся как бы работать с такими инъекциями колоссальными не акциями ликвидности который сейчас осуществляется сегодня на повестке очень важный отчет и дипи по рынку труда в 15 15 по московскому времени он выйдет это репетиция перед он фарм перлс влияние статистики на доллар сейчас значительные мы это видели вчера по отчетам аэсэм поэтому нужно быть крайне внимательными к релизу я думаю что статистика по рынку труда прогнозируемо ожидаемо скорее всего разочарует я делаю выводы об этом по динамике и росту количества обращений привычных за пособиями по безработице четыре отчета в неделю в месяц точнее у нас и на основании последних релизов мы можем предположить что все-таки сектор больше стагнирует да и сам федрезерв давал комментарии дел комментарии о том что рынок труда явно утратил импульс восстановлений может быть без роста этого сектора американская экономика не сможет быстро компенсировать и наверстать прежние показатели экономического роста в общем на мой взгляд восстановление американской экономики будет еще продолжительным поэтому я довольно спокойно отнесся к вчерашней коллекции кстати мне очень интересна ваша точка зрения как вы действуете теперь после того как мы сделали цель 92 пункта как вы действуете в отношении доллара сохраняете ли вы короткие позиции либо вы считаете что вчерашняя коррекция это начало восходящего тренда золото друзья 1964 хай тоже вчерашнего дня 1992 доллара за тройскую унсу золото останется восходящим тренде ослабление золота вчера стало а следствие собственно той динамики которые мы видели по американской валюте при этом напоминаю что золото очень сильное ее будущее зависит от показателей доходности американских облигаций и чем собственно ниже сейчас а доходности американских трежерис тем больше стимулов у крупных трейдеров искать альтернативы которые с одной стороны будут давать какую-то доходность прирост по депозитам а с другой стороны будут еще позволять страховаться от инфляционных рисков золото это самый лучший инструмент для такого рода торговой активности европейская валюта 1 1907 мы также здесь сделали целевой ориентир отметку 120 хай был 120 10 после чего от развилась коррекция я друзья на отметке 120 поскольку это был наша основной стратегический ориентир пофиксил большую часть позиции но при этом еще какую-то часть сохраняю в лангах потому что считают что мы выйдем на новые локальные максимумы я ничуть не изменил своего отношения касательно доллара и уверен то что американская валюта будет дальше терять и соответственно риск от этого на выиграет по отчетам индексы производственного сектора германии еврозоны вчера статистика хуже чем прогнозировали но все равно выше 50 пунктов то есть в целом сектора восстанавливается придираться к ней не будем фунт против доллара точно такая же реакция как и в отношении евро из-за того что на доллар восстановился британская валюта оказалась под давлением сейчас все те кто активность лет прежде всего за фунтом полагают что его снижение вчера было связано с уже практически протащенной инициативой я минфина англии увеличить налоги это может быть и более высокие акцизы это могут быть более высокие налоги подоходного характера но в любом случае это признаю негатив для британца но не это сейчас влияет на британскую валюту так же как и днем ранее недели ранее есть только один триггер это доллар поэтому не поддавайтесь вот этому фону который может вести в заблуждение и заставить вас например поставить на тотальное ослабление того инструмента когда все-таки для него является значимым не национальный фон а доллар смотрите прежде всего за тем что происходит с американской валютой bitcoin друзья 11 тысяч восемьсот восемьдесят шесть долларов за одну единицу валюты здесь восстанавливаемся цель 12 12 с половиной тысяч хотя 12000 это даже не целевой ориентир мы должны сделать это сопротивление цель 12 500 и мне вот уже несколько месяцев хочется добраться до этого значения хотя я понимаю что сейчас с учетом роста опять же тех же самых инфляционных рисков шансы на это очень высоки доу джонс как представитель американского фондового рынка и сын пи и nasdaq я сейчас про них не говорю они на исторических максимумах опять посмотрите как выросли зум apple понятно что технологический сектор сейчас тащит и nasdaq и snp доу джонс это промышленный сектор здесь тоже есть позитива мы можем сказать про сильные данные производственного сектора китая шестой месяц роста подряд этот отчет вышел в понедельник сильная статистика по производственному сектору германии еврозоны сильный отчет по производственному а сектору сша вот пожалуйста и доу джонс также получил повод для восстановления 28 тысяч 700 пунктов а друзья это февральский максимум цель 30 тысяч пунктов остается доу джонс точно доберется до прежних максимумов и выйдет на новые исторические уровни ну и что касается рынка нефти 4589 все без изменений данные по китаю по секторам производством других регионов проблемы спроса соглашение опека доллар все вот эти новостные вводные они в разный период времени оказывают разное влияние на нефтянку и покупатели продавцы но не поймут принципе у кого из них есть перевес сейчас в поддержке фундамента и кому из них как лагерю трейдеров стоит сейчас навязывать какой-то тренд а настроение неопределенные я признаю друзья сегодня у нас в 17 30 данные по запасам api несколько часов назад сообщил о том что на минувшей неделе запасы снизились на 6 половиной миллионов баррелей если официальные данные сегодня также сообщат о снижении запасов и может быть даже сокращение объемов нефтедобычи в штатах это может привести к тому что котировки восстановится выше 46 долларов за баррель goldman sachs считает что целью до конца этого года будет значение 58 долларов а за баррель это конечно же амбициозные ожидания но все-таки при том фоне который сейчас складывается действительно в рамках восходящего тренда лучше рассчитывать на то что рынок нефти продолжит двигаться в этом ключе друзья на этом все не забывайте подписываться на наш канал амаркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки всем пока